Всем привет из Израиля! Меня зовут Алина, и сегодня я расскажу вам о своей поездке на Мертвое море. Я выбрала поездку на день, организованную фирмой по названию Акуна Матата. Поскольку я записалась на экскурсию заранее, за 8 дней до отъезда, цена была дешевле – 130 шекелей вместо 150. Наш автобус забирал людей из многих городов – Тель-Авив, Холон, Батьям, Ришан, Аждот. Поэтому ехали довольно долго. Но у нас осталось примерно 5 часов на отдых на Мертвом море. Желающие принять участие в экскурсии на Массаду должны были заплатить наличными без дачи в автобусе за билет, включающий спуск и подъем на фуникулёре. Взрослый билет стоил 70 шекелей, а детский – от 6 до 12 лет – 40 шекелей. Я там уже бывала, так что предпочла провести побольше времени на пляже. Мы начинаем спуск. Вы знали, что Мёртое море является самой низкой точкой на Земле? Оно расположено на целых 427 метра ниже уровня моря. Кстати, Мёртое море на самом деле совсем не море, а скорее озеро. А вот концентрация соли в воде намного выше, чем в море – 34,2%, а не 3,5%, как, например, в Средиземном море. Вода настолько плотная, что практически выталкивает тело на поверхность. К сожалению, Мёртое море мельчает в среднем на метр в год. Всем привет! С Мёртое море! Иду фотографировать знаменитые островки из соли. Здесь просто потрясающе красиво. Вот такие вот острова из соли. Просто бесподобная красота. И совсем не так уже глубоко. Воды примерно по колено, так что можно спокойно перебираться с одной островкой на другой. Вот такой вот пейзаж. Пейзаж. Как сказал однажды Августин Аврелий, «Мир – это книга, и если ты не странствовал, ты прочел всего одну страницу». Я люблю читать, поэтому до следующей поездки подписывайтесь, чтобы получать уведомления о моих новых видео. А главное, не сидите дома, не живите работой. Где бы вы ни были, мир прекрасен. Так что не забывайте хотя бы периодически отрывать взгляд от сотового и смотреть по странам. Вдруг увидите радугу. Пока-пока!